Привет, студент! Пока все вокруг безотрывно следят за футбольным чемпионатом или грызут гранит науки в разгар сессии, команда Универньюз подобрала для тебя лучшие новости. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. Утонуть в цветах. Территория вокруг КФУ превратится в огромный сад. Их судьба предрешена. Казанский федеральный готов к поступлению будущих филологов и не только. Не успел закончиться этот учебный год, а у нас уже отличные новости к началу нового. Совсем скоро у студентов Казанского федерального появится еще одна зеленая зона отдыха. Накануне в университете прошли общественные слушания по вопросу благоустройства территории вокруг университета. Станет ли сквер за вторым учебным корпусом райский садом? Смотри далее. Нашумевшая история санитарной вырубкой деревьев в Верхнем Ленинском садике наконец-то приближается к развязке. Буквально неделю назад руководство КФУ представили концепцию развития территории за вторым учебным корпусом. А накануне ее же обсудили с широкой общественностью. Честно говоря, я думаю, что все, что будет представлено, многим из вас понравится. Значит, до этого мы проводили социологический опрос, он тоже будет представлен. И я думаю, интересы всех тех людей, которые пришли в зал и тех, кого здесь нет, но имеют то или иное отношение к территории университета, я думаю, будет удовлетворено. Это будет первым шагом и началом практики, когда возникает действительно продуктивное взаимодействие между горожанами, властью и всеми иными сторонами, которые вовлечены в этот процесс. Если это будет действительно здорово для центра города, это будет хорошим стартом для какого-то нового совершенно процесса. Стоит отметить, что концепция затрагивает не только Верхний Ленинский садик, а практически всю территорию вокруг университета. Автор проекта, известный казанский архитектор Николай Новиков, подчеркнул особое место Казанского федерального в архитектурно-историческом облике Казани и отметил, что реконструкция сквера за второй высоткой – только начало глобального преображения центра города. Строительство зеленое, как мы сейчас понимаем, это не только строительство, это еще и смыслы. И мы очень надеемся, что вместе с вами мы придумаем какие-то смыслы для университетского сада, который станет действительно достопримечательным и комфортным местом. Что же касается самих изменений, то в первую очередь планируется отреставрировать лестницу, связывающую верхние и нижние ленинские сады. За вторым учебным корпусом разобьют сад университетов-партнеров, а между ним и всем известной сковородкой растянется аллея выпускников. Вторым этапом станут террасные сады, спускающиеся от научной библиотеки Лобачевского к улице профессора Нужина. И идея цветущих садов вокруг университета себя полностью оправдала. Многие в зале проект одобрили, но при этом отдельно затронули волнующийся вопрос о парковках. У нас на 2014 год на тысячу населения 263,5 машины. В университете работает около 4,5 тысяч сотрудников. То есть то количество парковочных мест, которое было представлено в концепции развития парковок, не обеспечивает то количество сотрудников, которое есть. Мы должны такую ценную городскую среду, ценную среду университета рассматривать именно с точки зрения удовлетворения максимально на 100-120% нужда именно автомобилизации. Кроме наличия парковочных мест, многих выновала также доступность благоустраиваемой территории для маломобильных групп населения, реставрация сковородки, судьба фонтана перед второй высоткой. Эти и многие другие вопросы и пожелания все участники слушаний смогли внести в анкеты. В дальнейшем концепция развития территории вокруг КФО будет дорабатываться уже с их учетом. И уже в ближайшее время будет представлено президент Татарстана Рустаму Миниханову. Как становиться настоящими филологами или культурологами? Наверняка вы полагаете, что для этого вполне достаточно знать языки и вы изобретете учебники. Тогда вы ошибаетесь, при том весьма крупно. Если вам близка эта тема, то вы не упустите нашего следующего сюжета. Смотрим! Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого является одним из самых крупных в составе КФУ. Именно там реализовывают десятки самых интересных и востребованных программ не только в области филологии и межкультурной коммуникации, но и педагогического образования музыки и хореографии. Выпускники института уже со студенческой скамьи достигают серьезных профессиональных вызов в самых разных сферах. Мы выпускаем филологов, мы выпускаем учителей, мы выпускаем дизайнеров. И что нас радует, все выпускники, уже будучи нашими студентами на последних курсах, кто-то уже трудоустраивается, кто-то уже знает, куда пойдет работать. Ежегодно конкурс на поступление в институт лишь увеличивается. Абитуриентам представлено не только разнообразное количество специальностей, но и впечатляющее количество бюджетных мест. И это, безусловно, не может не радовать. Ежегодно для нашего института выделяется около 300, более 300 бюджетных мест. В этом году наш институт получил 342 бюджетных места, из них 105 на магистерские программы, и 137 – это на бакалаврские программы. Предлагаемые специальности всегда были востребованными и являются таковыми до сих пор. Конечно, никто не сомневается, что выпускники Института филологии и межкультурной коммуникации обязательно найдут свое место под солнцем. Сегодня были востребованы одни специалисты, завтра это может быть совершенно по-другому, хотя примерный прогноз есть, но все равно, мне кажется, сегодня мы живем чуть-чуть в иных условиях. В связи с этим мы нашим студентам предлагаем дополнительные образовательные программы. И что интересно, студенты, поступившие и на филологическое направление, иногда выбирают программы в качестве дополнительных образовательных программ, программы в области дизайна, веб-дизайна. Они потом, что интересно, и находят себя в данной области. Получение Казанским университетом федерального статуса стало новым этапом в развитии гуманитарных наук в УЗИ. И уже сегодня Институт активно демонстрирует высокое качество фундаментальных и прикладных исследований, показывает хорошие результаты и, конечно, на достигнутом не останавливается. Адель Мухаммедшина, Ильшат Хусаенов, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. В Ленинском саду при КФУ сделают аллею выпускников, медиатеку и террасированную площадь. КФУ создаст новую модель подготовки студентов к учительской деятельности. Университет намерен создать вокруг себя консорциум вузов, способные обеспечить прорыв в развитии системы педагогического образования России. Авторы лучших молодежных проектов Республики Татарстан принимают участие в форуме «Айволга-2016». В состав делегации вошли победители и лауреаты 6-го Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». 18 июня в селе Кулигаш Агрызского района Татарстана состоится республиканский праздник марийской культуры «Симык». В праздники примут участие марийские фольклорные коллективы из регионов Российской Федерации и муниципальных районов Татарстана. Радиокнига Николая Расторгуева выходит в регионы России, в том числе и в Татарстан. Компания лидера «Любэ» стала единственным претендентом на частоты в 47 городах страны. На летнем книжном фестивале, который пройдет 18 и 19 июня, дети смогут создать арт-объект и увидеть научные шоу. Также для маленьких посетителей будут организованы мастер-классы, музыкальный кружок и интерактивные экскурсии. Профессор Болонского университета Стефана Бьянкини прочитал для студентов КФУ лекцию на самую актуальную тему общественности. Подробности в следующем сюжете. 16 июня в Институте международных отношений и истории востоковедения КФУ прошла лекция профессора Болонского университета Стефана Бьянкини. Его лекция затрагивала одну из самых важных тем общественности – это политика и экономика. Моя лекция была посвящена разделу государств ЕС и влиянию этих процессов на экономику Евросоюза. Я пытался донести до студентов истинные источники кризиса и то, как потоки иммиграции влияют на разъединение шенгена. Также о влиянии популистических идей и о возникновении идей об особлении от Евросоюза. То, что мы наблюдали в Испании и Каталоне, поиск независимости Шотландии и так далее. Затем я объяснил, что стоит за всем этим и как сложно контролировать эти глобальные изменения. Героине нашего следующего сюжета удается совмещать хорошую учебу, спорт и карьеру успешной модели. А недавно российские интернет-издания проследили ей титул самой красивой волейболистки всех времен. В чем же секрет студентки КФУ Алисы Маненок? Ответ знает Диана Авакян. Самая красивая волейболистка всех времен живет в России. Такими заголовками в последнее время пестрели многие популярные интернет-порталы. Обладательница почетного титула, студентка третьего курса КФУ Алиса Маненок. Как призналась девушка, успех свалился на нее внезапно. Потом пришли рост подписчиков в соцсетях, сообщения от поклонников со всего мира и, конечно, сравнение с популярной куклой Барби. Алиса без всякой доли нарциссизма относится к ажиотажу вокруг своего имени и говорит, что просто делает свою любимую работу. Будучи успешной волейболисткой в родном Приморье, она продолжает заниматься профессиональным спортом и в Казани. Сейчас девушка играет за сборную Казанского университета. У нас команда вообще потрясающая, коллектив, то есть я очень рада, что попала именно в такой коллектив дружеский, поскольку обычно в профессиональном спорте есть какое-то соперничество. Здесь, конечно, команда не настолько профессиональная, но я очень рада именно этой атмосфере. Очень рада, что тренер также является нашим другом и всегда может войти в твое положение. Алиса старается опровергать стереотипы о моделях и с опаской относится к людям, ведомым на эти предубеждения. Ведь известно, что в любом правиле есть исключения. Я могу сказать, что в модельном бизнесе их гораздо больше, чем где-либо, поскольку девушка-модель, она должна быть крайне не глупа, потому что работа как минимум за границей, она подразумевает знания иностранных языков, как минимум коммуникабельные способности, а также очень много разных умений и способность работать в большом коллективе. В будущем студентка хочет и дальше совмещать спорт и модельную карьеру, ведь это две главные страсти ее жизни. Еще она планирует работать по специальности рекламы и связи с общественностью, а мы желаем ей удачи на этом тернистом пути. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. Наслаждайся каждым солнечным днем этого лета. До скорых встреч!